Ом намо Бхагавати васудивая Мы продолжаем читать шестую пищу Мадбхагаватам, и Мараджа поучает своих слух. Текст шестой. Переводы комментариев о божественной милости Бхактвиданте с вами Шилы Пропады. Ямадуты продолжали. На свете много карми, занятых разными видами деятельности, поэтому над ними стоят разные правители и судьи. Но как над многочисленными царями должен быть один император, так и над всеми правителями и судьями должен быть один верховный повелитель и судья. Комментарии. В государстве может быть много чиновников, следящих за соблюдением закона, но сам закон для всех один, и ему должны подчиняться все подданные. Вот почему Ямадуты недоумевали, как двое судей могли по одному делу вынести разные решения и хотели узнать, кто же из них верховный судья. Ямадуты не сомневались в порочности Аджамилы, и Ямараджи уже готовил ему кару, но вишнадуты оправдали брамана. Это озадачило Ямадутов, и они обратились к Ямараджи за разъяснениями. Конец комментариев. Ямадуты. Ома генна Таммиранга свяга. Геннаджана швала каяча. Кшуру на ли тянына. Тасмайши гудовай нам. Пши чайтаня мана обестан. Спатитана на баталии. Своя рубаката майя. Мада датисва. Панантикам. Банча. Паупа. Друби. Щя. Гри. Г autres Бахта ринда Греи, К Кришна! Греи, Кришна! Кришна! Греи, Греи Рама, Греи Рама, Рама, Рама Греи, Греи Намам IIшну подай Кришна, Бхищна yabhattlaya сuryumat нямбхата тва амнишьтоя в sessions в intermittent намам вишну бхи Кришна, Кришна, Матхи, Бхатхи, Данта, Слами, Нитя, Неви. Нитянанда, Гамнуми, Сарвананда, Карам, Парам, Гаринама, Прададавама, Ведуты, Шарам, Неви. Намамаха, Веданяя, Кришна, Прама, Прадая, Те, Кришна, Кришна, Чайтаня, Намна, Город, Вишен, Маха. Нилача, Ланива, Сая, Нитяя, Парам, Атмали, Балабадарасу, Бадарам, Сия, Чичаганатхи, Те, И, Намаха. Он поет святое имя, воздев к небу руки, и смотрит на каждого с великой любовью. Так он уничтожает все грехи и наполняет сердца любовью к Богу. Читание Чаретамрита, стих 3 главы. Ямадуты продолжали. На свете много кармий, занятых разными видами деятельностей, поэтому над ними стоят разные правители и судьи. Но как над многочисленными царями должен быть один император, так и над всеми правителями и судьями должен быть один верховный повелитель и судья. Ямадуты в одном из комментариев Шила Парупада объясняют, что Ямадуты обладают такой силой, что могут наказать даже самого Ямараджа. Если он будет грешить, ну так как Ямараш не грешит, это великий преданный, более того, он один из махаджанов, то это так, что говорится, что над каждым живым существом, находящимся в этом мире, включая даже полубогов, великих полубогов, стоит Верховный Господь. И мы видим здесь, что после определенной ситуации, где Вишнадуты, посланные Господом Вишну, не дали Ямадутам забрать Аджамилу, которого они считали великим грешником, судя по всем его поступкам, и они надеялись на то, что они правы. Но так или иначе, мы знаем эту историю, Аджамила произнес Святое имя Господа Нарайны, и пришли Ямадуты и вступили в диалог, вернее, Вишнадуты и вступили в диалог с Ямадутами. И так или иначе, четыре Вишнадута были достаточно могущественными, они держали определенное оружие, и Ямадуты не осмелились противоречить им. Но внутри у них было какое-то беспокойство, поэтому они сразу же отправились к своему господину Ямараджи и начали задавать вопрос, что такое. И вот один из этих вопросов, их недоумение заключается в том, что они спрашивают, да, есть много живых существ, которые живут на райских, на низших, на средних планетах. У каждого из этих живых существ есть люди, которые стоят над ними, поднанные. Есть определенные законы, которые выдвинуты самим же Богом. И есть судьи, которые, если человек что-то делает не так, живое существо делает не так, он вынужден пожинать плоды поступков. И самый справедливый суд – это, конечно, Ямарадж. Ямарадж, другого, более справедливого суда нет. Это Верховный суд или Верховный над Верховным. Я не знаю, как его назвать, но так или иначе, Ямарадж – это самый Верховный суд, который никогда не ошибается. Говорится, что он обладает таким могуществом, что подобно параматме он знает будущее, так наделяет его Господь такой силой, способностей, что он знает всё будущее, прошлое, настоящее каждого живого существа. На такое способна только сверхдуша. Представьте, какое многообразие, он знает всё. Господь, пропад объясняет, даёт ему знание сердца, и он потом выносит вердикт. Так, это живое существо достойно вот такого положения или недостойно. И живое существо в соответствии с законом Бога, который выражен исходящий из уст Ямараджа, он вынужден потом попадать в те или иные формы жизни, или в те или иные, или в ад, или на райские планеты, или остаётся на земных планетах, или в животный уровень жизни. Ну, так или иначе, там 8 миллионов тысяч форм жизни. Мест всем хватит, можно не переживать за это. Но Ямадуты, они обеспокоены, потому что у них в подсознании, у них нелёгкая работа, кстати. Вот представьте себе, они, их обязанности такие, наказывать и причинять насилие живым существам. И если они только подумают, что есть какой-то другой правитель, который стоит выше их господина, это означает, у них могла проявиться мысль такая, что это означает, что они за свои поступки также будут наказаны. И это тоже могло, это мог быть причина того, что они начали беспокоиться. И они спрашивают, а кто, кроме тебя, является ещё высшим повелителем, императором? Должен быть один. Есть, наверное, кто-то ещё. И это беспокойство привело их к Ямараджу. Ямарадж, конечно, мы знаем. Говорит, что Парупат объясняет, что они даже готовы были покинуть своего господина. Они готовы были уйти. Они не знали, наверное, куда, но вот это желание быть, знаете, мы, наш ум так устроен, мы всем хотим самое лучшее для себя. У нас должен быть самый лучший господин, духовный учитель. Самый лучший. Мы так считаем, что он должен быть самым лучшим. У нас должно быть всё самое лучшее. У нас должна быть самая лучшая религия, самое лучшее, всё должно быть у меня. Самое лучшее. Так устроен наш ум. Он, конечно, хочет, чтобы было. Почему? Потому что я, что самый лучший, я, что исключительный. Почему бы мне не иметь самое лучшее? И из определённого чувства, может быть, в какой-то степени оно ещё осквернено вот этим материальным представлением, мы начинаем по этим признакам выбирать или духовного учителя, или того, кому мы будем служить или не будем. Этот лучший вайшнав, этот хуже вайшнав. Всё равно мы делим. Этот достойный моего внимания, этот нет. А подсознательно думаем, а что я получу? А что я буду? Если я не буду служить достойному вайшнаву, то хоть он и вайшнав, но я считаю, что он недостойный, а что я от него получу? Ничего. А вот если я достойному буду служить, я обязательно что-то получу. И мы всё равно хотим что-то получить. Мы делим лучшую тарелку просада, лучшую... Всё лучшее. Всё, что мы считаем лучшее для нас, чтобы это тешило наше эго. Хоть и должно быть с полосой, с определённой... или сарис определённого цвета, да. Всё лучшее. Так устроен наш ум. И поэтому, когда касается духовного учителя, мы тоже думаем, для меня должен быть человек, или преданный, с которым я должен взаимодействовать, должен быть самым лучшим. На самом деле, мы должны понимать, что все преданные достойны того, чтобы мы могли им оказывать служение. Да, мы должны оказывать служение, но тоже должны понимать, в соответствии с их достоинством мы оказываем соответственное служение. И даже если мы иногда объясняем человеку, как должно быть правильно, чтобы он не делал ошибок, это тоже служение. И не надо этого бояться. Это тоже служение. Для чего? Для того, чтобы человек рос. Но наше сознание, наше настроение должно быть такое, что мы заботимся. Таким образом, мы проявляем заботу о тех, кто рядом с нами. Или мы слушаем о том, что о нас говорят, какие претензии к нам. Это хорошо, когда мы... Когда уже человек... Недавно такая была ситуация со мной. Вы тоже виноваты. Я говорю, да, слава Богу. Меня очень мало кто ругает. Я виноват. Я признаю. Это хорошо, когда мы умеем признавать какие-то вещи. Для нас это... Я всегда вспоминаю, давай-то Ачарю. Он всегда признавал, что хотел, чтобы Господь его ругал. Он всегда сокрушался. Ты такой везучий, говорил он какому-то преданному. Тебя Господь ругает, а меня вот не хочет. Вот что бы я ни делал. И он был счастлив, когда его Господь, Чайтанья Махапарабу, начал бить, когда он проповедовал философию Майланы. Он испытывал счастье от этого, потому что он кричал, а-а-а, всё. Я теперь всем доказал, кто Господин, а кто слуга. Это было его настроение. Это он показал, что на самом деле Господь Чайтанья мой Господин. Хотя он относится ко мне как к старшему, как к воплощению Господа и так далее. Но тем не менее, он мой Господин, он изначальный Господь. Даже аватары между собой соревнуются, кто кому будет служить. Так действует Кришна. Я сегодня читал, в читании Чаритамрита там был интересный момент описанный. Кришнадарский вираж Госвами объясняет, как Господь проявляет по отношению к своим преданным любовью, как они по отношению к Нему проявляют любовь. И, конечно, за основу берётся самое высшее положение – это гопи. И говорится, что гопи заботятся только о себе для того, чтобы ощущать, что Кришна на них смотрит и испытывает от этого радость. Кришна смотрит на гопи, испытывает от этого радость. Они испытывают радость от того, что он испытывает радость. Потом он смотрит, что они счастливы, ещё больше радости. Говорится, между ними происходит соперничество. И говорится, когда они начинают испытывать экстаз, уже такой уровень блаженства, что они начинают отвергать его от уровня отречения. Когда спрашивают, высший уровень отречения заключается в чём? В том, чтобы отказаться от того, что является для меня самым ценным или самым таким, что приносит мне больше всего блаженства. Вот это ощущение радости, ощущение счастья. Ради чего? Ради Кришны. Именно поэтому мы здесь учимся совершать эскезы, отказываясь от каких-то определённых уровней комфорта. только для того, чтобы научиться этому моменту, что ради Кришны мы готовы даже отказаться от личного своего чувства, ощущения чувства блаженства, как бы оно ни проявлялось. Конечно, Кришна милостив и живое существо не может испытывать в отношениях с Кришной чувство разочарования. Он всегда будет находиться в таком состоянии, потому что Кришна – источник блаженства. Но когда он будет чувствовать, что это мне мешает служить Кришне, как до руки, которые омахивал Кришну, он будет отвергать это чувство блаженства ради служения. Это высший уровень отречения, чтобы вы понимали. Можно от всего, что угодно здесь отречься в материальном мире, оно и так нам не принадлежит. Но вот это вот ощущение блаженства и желание быть счастливым, желание испытывать счастье – от этого очень тяжело отречься. Поэтому Ямадуты, они поняли, что вот сейчас вдруг они будут потом наказаны, и какой-то другой господин, помимо Ямараджа, вынесет им вердикт, что они причиняли страдания многим живым существам и будут вынуждены сами страдать. И они перепугались. Что делать? И когда Ямарадж услышал об этом, и они еще сказали что-то, они говорили о слове Нараяна, имени Господа Нараяна, Ямарадж был счастлив. Говорится, что он настолько был счастлив, что в его царстве мало кто об этом говорит, потому что там одни грешники, и никто не вспоминает святое имя Нараяна. А тут его слуги пришли, говорят, Нараяна. И он начал испытывать удовлетворение. Он заулыбался и сказал, испытал такое блаженство. Все признаки экстаза проявились, и он начал им объяснять. И он ему сказал правду. Это так ведет себя настоящий духовный учитель. Иногда можем быть, мы можем считать кого-то идеальным духовным учителем, самым лучшим. Но духовный учитель никогда не считает себя самым возвышенным байшнамом. Он всегда считает себя слугой. Такой принцип духовного учителя. Если он будет думать по-другому, он пойдет. У нас есть такие примеры, даже в нашем обществе. Он обязательно пойдет. Поэтому духовный учитель – это слуга. Он учит нас служить. И его настроение, мы должны перенимать настроение слуги от духовного учителя. Если он способен нам это передать, значит, мы очень удачливы. И любой байшнам, для него любой байшнам – это драгоценность Кришны, это украшение Кришны. С абсолютной точки зрения любая душа – это абсолютная слуга Кришны. Любая душа. Поэтому в его настроении служить, он видит всех байшнам и служит байшнам. Таково настроение великой души. И Ямараш, он обрадовался и начал проповедовать им, проявляя свое служение. Он не сказал, что я великий. Да! Помимо меня есть Господин. И мы в следующие завтрашнего дня будем узнавать, что он ответил на эти вопросы. Есть Господин, Господь, который стоит над всеми. Надо мной, над Богом Солнца, над Богом Луны, и над Брамой. Есть Господин. Он изначально источник всего. И мы все подвластны Ему. Его законы мы и исполняем. Мы все исполняем Его указания. Поэтому Ямараш, будучи преданным, сказал своим дорогим подчиненным Ямадудам, поэтому с этого дня не подходите. Не подходите к Вайшнаму. Не подходите к тем, кто повторяет Святое Имя. Не подходите к тем, кто носит туласи. Не подходите к тем, кто... Даже не смотрите в их сторону. Даже не смотрите. Какое нам милость оказал Ямараджа. Что на самом деле преданные он не встретит в своей жизни Ямадутова. Они будут делать вид, что нас не видят. Но мы должны стать достойными преданными. Мы должны научиться стать такими преданными. Чтобы мы были искренними. Один из таких слуг Господа Наратамдастакур. Очень великая душа. Он родился в семье правителей Кетури. Его отца звали Кришнананда, а мать Нарайани. И был замечательным ребенок. Все признаки великой души у него проявлялись уже с самого детства. И когда он уже немножечко подрос, ему там было около пяти, четырех, шести лет. Он видел, как его царство. А его отец был достаточно благочестивым. Он всегда служил Кришнавам, которые проходили через его царство. Он выделял им жилье, давал им пищу, давал им одежду. Он их всячески поддерживал. И даже сам приходил на их Бхагава там, на Кришну-катху, которую они совершали. Всегда слушал. И Наратан, он привык к этому. И он начал замечать, он наблюдать за этими великими душами. И как-то он услышал о Вриндауне. И у него появилось сильное желание попасть во Вриндаун. И он все время намеревался убежать с дому. Это было уже там пять-шесть лет. Его просто закрывали, ставили охрану. Потому что отец боялся, не только как он убежит, он даже не думал, что он убежит. Он боялся, что там было предназначено, что он если окунется, омоется в реке Подмавати, то произойдут интересные изменения. Поэтому ему сказал островок, не пускай его ни в коем случае, ему нельзя соприкасаться с водой. И они его берегали. Ну как-то ночью, она там уже не выдержала от разлуки, с Вриндауном он уже выпрыгнул в окно, он уже пытался раз, но как-то у него так получилось. И он бежал и как раз омылся в этой реке. И как только он вошел в эту реку, она забурлила Подмавати. И все вот этот шакти, который передал Господь Чайтаньев, вошло в него. Его тело стало золотым цветом. Оно стало источать сияние. Он вышел, в его глаза были просто исполнены блаженства. Любви к Богу. Все, кто его видел, поражались. Они думали, что произошло с ним. Все люди просто, видя его, уже получали милость Господа Чайтанье Махапарумова. Таковы преданные. Это очень символично, что Господь вложил, разлил Свою милость в реку. Вода передает шакти. Очень важно пить Чаринамриту, соприкасаясь. Эта вода соприкасается с самим Кришной. Но Господь Чайтанье разлил эту милость. Он ее вложил в преданную, и потом этот преданный передавал дальше. Господь Чайтанье всегда говорил, что Наратам будет проповедовать, и он создаст свой вид киртана. Поэтому Наратам, когда он убежал во Вриндау, он бежал, бежал, бежал сутками. Двое, трое суток. Он бежит без остановки из Китурии во Вриндау. Не было самолетов, не было машин, пришлось пешком все это делать. И он уже все, его тело, он не ел, не пил, просто бежал. Он всегда думал, скорее бы, скорее бы попасть во Вриндау. И когда уже на каком-то месте он уже упал, обессиленный, он даже не мог встать уже. Он лежал, он закрыл глаза, и тут он увидел Рупу и Санатану на Госвами, которые говорят, на, вернее, пришел какой-то мальчик и дал ему горшок с молоком. Но у него даже не было сил даже взять этот горшок с молоком и выпить. Он лежал обессиленный, и потом к нему пришел еще Рупа и Санатану на Ротан, возьми и пей. И когда он увидел этих великих душ, в нем появилась сила, он взял, выпил это молоко. На Ротан, в духовном мире у него есть служение, его зовут Чампака. Чампака – это одна из манжари Чампака, которая служит в старшем гопе. И ее служение – это готовить молоко для Шиматердхана. Эту форму ему раскрыл потом в будущем Лаканада с Госвами. Но он бежал во Вриндаван и до этого до Матхары добежал. То есть он узнал, что уже Рупы и Санатана на Госвами нет в этом мире. Но, тем не менее, там еще оставались преданные, которые были спутниками Чайтани Махапрабу, Кришнаданская Виража Госвами, Джива Госвами, Гапалбата Госвами еще был, Рагунадас Госвами. И он прибежал туда, естественно, он пришел сразу. И когда его увидели, сказали, о, Наратам, мы тебя уже давно ждали. Он думал, ну вы же меня не знаете. Да, не переживай. Господь Чайтани уже тебе все равно рассказал. Он сказал, что мы тебя специально ждали. Он сказал, что обязательно ты придешь к нам. И Наратам начал учиться в школе Дживы Госвами. Джива Госвами обучал Шимананду. Он подружился. У него было три друга. Два. Шимананда и Шренивас. Ну, у него было много друзей там. Но вот самых близких были друзья. Это Шимананда и Шренивас. И потом уже чуть впоследствии, когда они уже пошли проповедовать его еще самым близким другом, и, по сути дела, так слугой стал Рамачандра Кавираж, который он прославляет в своих баджинах. А Рамачандра Кавираж был слугой Шрениваса. Учеником. И тот увидел Наратама. Он так просто испытал к нему определенные чувства. И тогда Шимананда увидел, Шренивас увидел, и говорит, ну, оставайся с ним. Оставайся и служи ему. Дал ему наставление. Правда, потом, в конце, когда Шимананда отправил письмо Наратаму, говорит, отдай мне моего ученика, пускай меня приведет во Вриндаван. И он забрал тогда Рамачандру Кавиража, и они ушли, и во Вриндаван они оба оставили тело. И в своем баджине Наратам сокрушается. Где же он поет? Где мой друг? И Наратам, учившись в школе Шимананда, ой, Дживы Гаслами, он изучил достаточно много наук, он изучил саму суть священных писаний, суть вайшнавизма. И потом Дживы Гаслами сказал, ну все, надо отправлять, чтобы эти книги, они переписывали, у них было в школе такое служение, они переписывали книги Рупы Санатаны Гаслами, чтобы потом многие, так они множили, у них не было печати, как сейчас у нас. Они множили их, и потом эти раздавали рукописи в каком-то селении, потом люди там это все читали, и они отправились в первую Санкиртану. Это были первые санкиртанщики, распространители книг. И с ними по дороге, конечно, случилась история. Шриневаз был старше этой группы, и один из царей, я не буду долго рассказывать эту историю, вкратце, один из царей одного государства, я забыл, как его зовут, называли это государство, у него были разбойники, которые ради него воровали путников, которые проходили через его государство. А узнавал он это по астрологам, которые у него жили. Вот однажды астрологи сказали, что через твое царство будет проезжать богатство, неописуемое богатство. А он обрадовался. И так или иначе, они выследили и украли на повозке, в быках, был сундук, украли сундук с книгами. И они сокрушались, Наратаму, Шемананда, Шеневаз, они не знали, что делать. Они сидели, размышляли. В конце концов, Шриневаз говорит, вы идите, проповедуйте туда, куда вы должны были идти, а я сейчас все решу, я найду, я знаю, что нужно делать, я пойду к царю этого государства. И мы решили. Ну, так или иначе, они решили. В конце концов, закончилось тем, что Шемананда, ой, Шеневаз, так проповедовал Шеманбагава там, что царь был поражен этим всем. И он стал его учеником. И весь это царство потом стали называть Вишнупур. И говорится, что в этом царстве все повторяли джапу. Тот, кто не повторял, не мог жить в этом царстве. Так вот происходило. Так они проповедовали. Наратам отправился в Китури. Шемананда пошел, по-моему, в Арису. То есть они разошлись по своим местам, где они жили. И, естественно, Наратам начал проповедовать его брат, который стал управлять государством в тот момент, Сантоши, он ему начал помогать. Он принял у него прибежище, как духовного учителя, и начал ему помогать. И они служили всем Вишнавам. И однажды к Наратаму пришла идея сделать большой фестиваль. Пригласить всех Вишнавов и провести большой-большой большую Харинаму. Он разослал там, тысячу преданным разослал приглашения. И в своем царстве он подготовил пандалы, построил храм, установил божества. Он установил, по-моему, шесть божеств, шесть форм божеств. Одно божество, особое божество Господа Чайтани пришло во сне, говорит, возьми меня, не надо делать, потому что у него одно божество не получалось сделать. Как бы там мастера не работали над ним, ему не нравилось, и оно никак не выходило. а не надо делать. По идее, я, говорит, нахожусь там в хлеву одного этого земледельца. И когда он пришел, земледельец говорит, я тебе готов себе что угодно дать, но туда. Я, говорит, сам не захожу. Говорит, у меня там хоть и зерно лежит, но там смеи завелись, и они никого не пускают, они такие ядовитые, что я туда даже боюсь завести. И народ, говорит, без проблем, заходит туда, как только он туда зашел, все змеи любят, и разбежались. И он отрыл в этом зерне прекрасную форму Господа Чайтани, которую он установил. Он построил храм, он построил жилой комплекс для вайшнау, потому что там было тысячу вайшнау. Немного на тот момент, но тысячу было. Возглавляла этих вайшнау на тот момент Джахна Ведеви, супруга Господа Нитинанды. Она была тогда главой всех вайшнау. Конечно, там были и другие вайшна, Хридой Чайтаня был, и много-много других еще оставшихся на тот момент спутников Господа Чайтани, которые его видели. Они тогда пришли, они сделали много лодок, они приехали к нему. И вот. Наратам все время готовился, он учил своих преданных, своих подопечных петь киртаны. Наратам создавал много разных баджанал или песен, которые прославляет Господа Чайтани на простом Бенгалии. Но эти песни, они настолько близки вайшнау, потому что мы отпоем ширу по манджаре по да. Мы видим, как он выражает свое настроение. И говорится, что он начал вот эту хридану с совместной киртаны большими группами. Это был первый фестиваль. Бхакти-сан. Он собрал всех преданных, они там с достоинством встречали каждого преданного. Он выходил, кланялся, встретил Джахнови, да, Джахнови, встретил там других вайшнавов, поселил их, все, они получили даршин, их кормили, они там были в экстазе. И говорится, вот начался эта церемония, открытие, ягги, все. И он взял караталы и начал петь. Он начал петь. И его звук, его воспевание святого имени просто погрузило всех в духовные блаженства. и тут на удивление всем вайшнавам, которые там находились, проявилась вся панчататва. Вся панчататва Господь Чайтаня, Нитянанда, Адвайта, Шриневас, Гадатхара, Госвами. И он протянул руку, а Господь Чайтаня протянул руку к нему. И все это видели. Все это видели. Потом преданные, они видели, как под этот киртан танцует сама панчататва. Они видели это все и были просто в блаженстве. Говорится, такого никто никогда не ощущал из преданных. Это происходит по милости. На самом деле это то, что мы должны понять. Мы получим милость. Если мы получим милость, то мы будем чувствовать, как она проявляется. В этом то и особенно соприкосновение с такими великими душами, что ту милость, которую мы получаем, мы начинаем ощущать ее. Она проявляется в нашем сознании, в нашем теле, как источник великого блаженства, любви, которую мы начинаем ощущать, присутствие Кришны, в котором мы начинаем ощущать это блаженство, потому что другого, они поглощены этим, они передают нам эту любовь. И все преданные получили этот особый опыт. Это означает, что все наши киртаны, совместные большие киртаны, должны заканчиваться. Конечно, мы не на ротам даста, чтобы Господь Чайтаня начал танцевать. Но может быть, когда-нибудь появятся такие великие преданные, и мы увидим, благодаря им, что Господь Чайтаня Нитинанда танцует. Хотя бы нам просто будем молиться, Господь Чайтаня Нитинанда, дай нам это видение. Мы знаем, что Он танцует всегда, где бы не встретил, где бы не услышал Господь Чайтаня Нитинанда, где повторяют Святое Имя, Нитинанда бежит туда и радуется. Это означает, что когда мы поем Святое Имя, они радуются, но мы просто не видим. Мы, может, предполагаем, что это так, но, может быть, по милости преданных, по милости самих Нитинанда, и Говорача, Андре Жиганат Балдес, мы увидим, как они тоже танцуют в Кертане. Наратам, как он получил эту милость, мы знаем, я уже сказал, что его зовут Манжаре Чампака, который занят служением, готовит молоко. Когда вот этот момент, когда ему давал Кришна молоко, принос, говорит, ты мне в духовном мире готовишь молоко, теперь я тебе тоже служу, принося тебе молоко. И потом уже в конце своей жизни один из учеников Ганга Нарайна предложил ему, я не буду рассказывать подробности, у нас нет времени, предложил ему уйти, пойти к нему домой, и там он жил как раз на берегу Ганги, и когда он услышал, Ганга, он пошел туда, и он уже хотел там оставить тело, но они его попросили, потому что там надо было спасти еще нескольких браманов, которые там критиковали Нарадамдастокуру, он пришел в себя, хотя он несколько дней уже лежал практически без сознания, он спас этих браманов, на нем проявилась золотая, золотой шнур, он, браманы просто были ошеломлены, пришли, приняли у него прибежище, потом он сказал, ну пошли на Гангу, и он зашел в Гангу, он присел, и его тело начало растворяться, его два ученика массировали его тело, оно растворялось, они не знали, что делать, они его массируют, а оно растворяется, они видят, что расплывается белая жидкость, единственное, он попросил, один его ганга, ганга Нарайна попросил кувшин, и ему преданный бросил кувшин, он успел зачерпнуть эту воду, и так, так оставил тело народом дастокор, великая душа, через которую проявился, проявился, проявился Господь Читания Махапруб наделил его в Шакти проповедовать, и мы можем не расстраиваться, что где-то, когда-то, на самом деле в Читании Чаритамрити Господь Читания Махапруб говорит, что те, кто серьезные, преданные, он отделяет, проповедует, он дает Шакти любому искреннему преданному, который занят служением Кришне, он наделяет, Читания Чаритамрити чтобы проповедовать славу Святого Имени человек должен получить полномочия, поэтому каждый преданный, который участвует в этой миссии, он получает эту полномочия в той или иной степени. Какие-то вопросы? Понятно. Понятно. У меня один вопрос вопрос. Когда Аштама служила Джахмави дайв, жена Ченави в это время жених и раз и честами покинули, остались еще в этой спутнике и начиная транспорция не-не, все покинули. Остались там в Джахмави осталась близкая спутница, даже уже Джива Гослава в тот момент ушел. Они хотят Джива Гослава? Она да, в возрасте была. Ну это особая энергия, она тоже по-разному может себя вести. И там был Хридой Чайтания еще был, это ученик Гангадаса тоже великий преданный. Кришнадас Кавираж Госвами он еще был, когда тот во Вриндаван пришел, а уже когда он проводил этот, там уже не описывалось, что они были. Что интересно, тут может возникнуть вопрос, когда мы пели Баджан, почему же все-таки, хотя Наратам Дастакур два года практически, он когда увидел своего духовного учителя, он просто был поглощен его божественной природой духовной. И он сразу сказал, что это мой, он зашел в Кунжу, где Лаканада с Госвами вместе со своим другом Бугарбой Госвами воспевали святые имена. Это было Кунжа. И они увидели их, и он сказал, все, это мой духовный учитель. Но Лаканада с Госвами не хотел принимать, он дал обет, я не буду принимать учеников. И он целый год сначала служил ему, потом, когда решил, что все, надо, чтоб я, должна быть такая решимость. Он ходил, убирал отхожие места Лаканада с Госвами. И тот потом его поймал, сказал, ты вор? Говорит, я ничего не могу сделать, я просто готов вам служить. А уже Лаканада с Госвами, сам Господь Читания Махапарбу сказал, принимай. Все говорили, принимай. Так или иначе он согласился. Такова решимость Наратама. Он показывает, как мы должны быть решены в духовной жизни. Именно в духовной. У нас ничего не остается. Если мы не хотим опять рождаться в этом мире, мы должны проявлять эту решимость. Или как Бхактимино Такур своему сыну Бхактиманда Сарасвати говорит, иди приними посвящение Угурки Шурда с Бхабачи. И он послушался, пошел. А Горки Шурда с Бхабачи сказал, я не принимаю ученику. Иди. И он раз пробовал, два пробовал, три пробовал. потом пришел Бхактимино Такур спрашивает, ну что, мне он не дает. Тогда иди и не приходи домой, пока не получишь. Вот так Бхактимино Такур своему сыну иди, пока не получишь. Бхактимино пришел, Горки Шурда если вы мне не дадите, я прямо сейчас просто оставлю это тело. Оно не имеет смысла. Я не вижу тогда смысла в своем существовании, если я не получу сейчас посвящение от вас. Вот какая решимость должна быть у нас. Поэтому мы можем думать, а почему Наратам Дастакур никогда не прославляет Лаконадху в своих баджанах, хотя он его так любил. Почему? Просто потому что Лаконадх сказал Кришна Дас Кавираж Госвами не пишите мое имя Чайтанья Чаритам Рити и настроение, которое он передал своему духовному ученику, оно было таким. Поэтому понимая настроение своего учителя, Наратам Дастакур упоминает имя своего духовного учителя в баджанах. Я украл своему поюм обретяши кушек и губан и кушек и губан и кушек слава вознесется по трех мирам. Как это не увязывается с этим пониманием, поскольку если Байшнам медитирует на служении Кришне, то его слава, то бишь его персона является тем фактором, которым занимает все живые существа в служении Гришне, 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 здесь этот момент привязать противоречий, потому что мы понимаем, что не было бы Шилхраубады и его славы, не было бы вот так не распространялось движение общества почитать. Мы берем сам принцип, мы говорим, что он на самом деле как сам принцип духовного учителя, который проявляет вот это шакти распространять святое имя. Да, это сама Гуру Татва, мы можем иметь кого угодно. Мы на самом деле этот баджан, его тоже Наратам написал. Он имел в виду, да, он писал вот тогда, и он писал для всех вайшнавов, которые обладают таким шактой и возможностью. Но косвенно он подразумевал своего духовного учителя. Так же, это он понимал, и в то же самое подразумевал всех вайшнавов, которые обладают этим могуществом, которые пришли распространять миссию Господа Читания. Харе Кришна, уже задержал, ну, будем скидку на праздник делать. Харе Кришна. Симадбхагаватамкидя, сила правопадкидя. Симон. Продолжение следует...